4 августа в городе состоялся финал конкурса граффити «Экоэскетим». Уличные художники творили весь день, но результат превзошел все ожидания. Конкурс граффити, а вернее то, что он внес в историю «Эскетима», стало настоящим подарком горожанам к 300-летию родного города. Тема конкурса «Экоэскетим» была выбрана не случайно. 2017 год в России объявлен Годом экологии. Решили что-то создать такое яркое, современное. В работах бы этих ребят, работающих в стиле граффити, чтобы отобразить тематику 300 лет городу «Эскетима» и экологическую составляющую. Ну, объявили такой посыл, конкурс, и ребята откликнули, с удовольствием приехали. Но сегодня, почему еще граффити? Ну, это современно, модно, и сегодня это украшает облик многих городов. А у нас в городе этого нет, ну, кроме таких не очень симпатичных надписей на стенах. И поэтому вот мы решили такой подать пример для того, чтобы молодые люди увлеклись этим и продолжили у нас в городе. К нам обратились люди из «Эскетим Цемента», сказали, что хотят сделать фестиваль, украсить ваш «Эскетим», сделать его ярче. Мы отозвались, провели конкурс. Лучшие работы были выбраны и представлены на стенах. В финале конкурса граффити приняли участие 11 уличных художников. Для воплощения их творческих замыслов была выбрана подходящая стена по улице Советская. По сути, это одна из сторон бетонного забора, ограждающего кондитерскую фабрику. Ребята с азартом приступают к работе. За их плечами ни одна расписанная стена. Участники из Бирска, Барнаула, Новосибирска и Эскетима работают по заранее согласованным эскизам. Все в рамках темы. Правда, вариации и здесь были возможны. Одни защищали номинацию «Эскетим. Наш дом», сохранение экологии, защита окружающей среды, взаимодействие общества и природы. Другие художники воспроизводили родные пейзажи, которые должны были содержать узнаваемые виды эскетима, чтобы заострить внимание жителей на личной ответственности каждого человека за сохранение облика города. Ну а третьи предпочли поработать над темой «Перезагрузка», в рамках которой участникам конкурса было предложено отразить на стене позитивные пути развития будущего и пофантазировать о том, что станет с экологией города через несколько веков. Именно в этой тематике одна из участниц конкурса, Юлия Прокурова, нашла для себя особое вдохновение. Она мне ближе, и мне показалось, что все выберут экологию. Хотелось как-то отличиться все равно, потому что всем ближе к экологии. Думаю, сначала тоже выбрать, а потом подумала, что слишком банально будет. В граффити Юлия занимается всего год, а сколько мастерства в ее работе. Сюжет буквально завораживает реалистичной пририсовкой деталей экипировки космонавта и легкостью бабочек, ускользающих от него в последний момент. Каждый из ребят во время работы полностью растворяется в ней. Привычная атмосфера, запах краски, звук распылителя, заинтересованные взгляды прохожих. Уличное искусство граффити прекрасно в своей неповторимости. В нем гармонично соединяются четкие резкие линии и размытая гамма полутонов, агрессивные яркие цвета и нежность пастельной палитры. Каждый сюжет на стене его создатели стремились довести до совершенства. Работа длилась весь день. Увлеченные творческим процессом, художники все-таки нашли время, чтобы провести небольшой мастер-класс для всех желающих приобщиться к этому виду уличного искусства. Самостоятельно попробовав просто раскрасить заготовку при помощи баллончика с краской, члены конкурсной комиссии убедились, что создание картины на стене – процесс небыстрый и трудоемкий. Тем сложнее было распределить места победителей. Мы уже пожалелись, что поставили какую-нибудь задачу оттенить работу и определить первое, второе, третье место. Это на самом деле очень сложно. Очень долго все совещали, сходили с разными сторонами. Мы увидели сегодня все. И вопросы экологии, и вопросы будущего, и трехсотлетия нашего города. Приятно, что люди, которые не живут в нашем городе, нашли возможность в своих работах как-то его отразить. Здесь много разного, много интересного. Я, например, впервые увидела столько у нас символики в городе, да, и такие бобры у нас всегда серьезные на гербе. Я впервые увидела бобра с человеческим лицом. Очень, очень приятно посмотреть. Приятно, что вы видите его таким, когда он поворачивается анфас. На самом деле очень сложно, потому что все работы разные. Кто-то еще только учится, кто-то делает свои первые шаги, наверное, в этом. Кто-то занимается этим давно. Но я желаю, чтобы вас никогда не оставляли идеи. Чтобы на всем вашем творческом пути, вот какое бы вам задание не давали, будь это экология, будь это юбилей, будь это, я не знаю, роддом разрисовывать, чтобы у вас всегда были идеи и была возможность их реализовать. Спасибо вам большое. Гостей я приглашаю приезжать к нам еще. А местных жителей, которые обладают такими талантами, прилагать их, украшая любимый город. Участники конкурса «Экоэскитим» были отмечены благодарностями и подарками, а дипломанты еще и денежными сертификатами, с помощью которых ребята смогут пополнить свои запасы необходимого материала для развития творчества. Дипломом за второе место награждается работа Юлии Прокуровой. Молодец. Спасибо вам большое. За второе место сертификат на 10. И дипломом за первое место награждается работа Мисоедова Ивана и Голубева Дениса. Сотрудничество оказалось взаимовыгодным. Художники получили возможность самореализоваться, а город хотя бы в небольшой части, но все же приобрел новый облик. Отныне эта стена станет достопримечательностью района. Уважаемые жители города Искитима, я поздравляю вас от себя лично, от работников предприятия «Искитим Цемент» с наступающим праздником, с юбилеем города. Желаю, чтобы мы все вместе любили наш город, ухаживали за ним, вкладывали в него душу, чтобы город становился краше, в нем становилось уютнее жить. С наступающим праздником! Здоровья, счастья, благополучия!